Привет, друзья! С вами канал Лучца с Олесей, и мы решили посвятить один небольшой сюжет девушке, живущей в Беларуси. Внимание на экран. Ну вот у нас тут мнение читателя, который не собирается мириться с тем, что делает Тепляков. Ну, допустим, я сейчас вам еще комментарии покажу, там замечательно увидите, как люди общаются, и что для них считается нормальным. Ну, пока остаемся на... Васлана В, собачка Мейл.ру. Девушка, вот вам бы в больничку. Ну, это ладно. Это мое личное мнение, как говорил товарищ Тхостов, мое субъективное мнение. Давайте посмотрим, почему я так считаю. Кто такой, по ее мнению, Тепляков? Значит, сразу же, человек оказывается социопат. Ну, хорошо, это интересно. Хам трамвайный. Вот мы обратим на это внимание чуть позже. Неопрятен. Это, видимо, в силу того, что... Борода у Евгения. Борода и шорты. Борода и шорты. Это чудовищно. Оскорбление видим сразу в первой шестрочке. Оскорбление по поводу внешнего и другого человека. Хотя, как мы знаем, воспитанные люди не позволяют себе обсуждать одежду других людей. Ну, хорошо. Так, видим сразу же, отказался от участия в производительном труде. Человек, работающий воспитателем детского сада, воспитывающий и учащий своих детей, выполняющий функции образовательной системы, оказывается, отказался от участия в производительном труде. То есть, воспитатель – это не воспитатель. Мы должны, как в анекдоте про юристов, обменяться своими детьми. Грубо говоря, я с соседкой, а соседка со мной. Тогда это будет производительный труд. А если каждый воспитывает своих детей, то это не производительный труд. Это странно, но вот так. Это примерные серии. Учитель не может учить своего ребенка. Ну что ж. Мошенник. Прекрасный. Абсолютнейшая клевета, потому что мы здесь видим как бы предовое расстройство, прогрессирующее. На практике отработавши схему сдачи ЕГЭ из-под стола. Как вы понимаете, ЕГЭ из-под стола сдать невозможно. Об этом неоднократно заявляли и Рособорнадзор, и Роспотребнадзор, и Министерство просвещения Российской Федерации. И все официальные лица, что все сдавалось абсолютно официально. Но, как видите, альтернативная реальность, она такая. Здесь папа сдает за детей. Как ему не стыдно. Ай-яй-яй. Восланав. Так. Ну, здесь фантазии на тему обычного дня. В семье, которую читатель никогда не видел. Чуть ниже мы увидим, в чем проблема у данного читателя. Вот. Смотрите. Червячок жалости. Ну, естественно, когда ты придумываешь себе человека, несуществующего в реальности, у тебя возникает человек-червячок жалости. Страдают дети? Ай-яй-яй. Вспоминаем мифы из МГУ. Когда родители говорят, пожалуйста, давайте попробуем учить. Это уникальная ситуация. А в ответ получают, ну, дети же страдают, давайте срочно обратимся в спортлото. Спортлото не отреагировало почему-то. Но факт остается. Дети страдают, потому что их учат. Вообще, учить детей – это обрекать их на страдания. А сидеть за партой 11 лет – это, наверное, счастье. Хорошо. То есть, к сожалению, федеральный закон об образовании предполагает, что семейное образование и самообразование – это такая же форма получения образования, как и любая другая. Но дети, наверное, действительно страдают. Хорошо. Государство уклонилось. Не могу просто так смотреть на происходящее. Это мы видели, да? За вихрениями уродуют психику. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Ну, хам трамвайный, как вы помните, папа. Дальше. Человек просто пишет прямо. А всему виной моя детская травма. Я был нищим. И поскольку я нищий, то до сих пор я мышлив в этих категориях. Ну, попробуйте обратиться к психологу, товарищ. Что здесь еще можно сказать? Здесь где-то было очень интересное заявление о том, что СДС фиктивный, СДС не соответствует требованиям, якобы не соблюдаются нормы. Вот ОПЕК, между прочим, очень просит нас что-нибудь сделать с этими товарищами, потому что вы не представляете, какое количество кляус они пишут ежедневно. Просто говорят, ребят, ну, придумайте что-нибудь. Ну, устали мы, честно говоря, писать в ответ на вот этот бред. Бесконечный поток бреда. Ответы. Ну, бывает. Где же здесь? А, ну вот, вся семья ходит в обносках. Это, опять же, мифология. А жрут суррогаты. Это мы видели тоже, в чем связано. Тем, что у парня большие-большие-большие комплексы. А насчет обносков тоже шикарная фраза, с учетом того, что мы всегда покупаем новую одежду. Ну, это мифологема, мы ее знаем, потому что многие сообщества благотворителей очень убежаются, что старые трусы чуть-чуть поношены. Их не нужны никаким многодетным семьям. А, ну вот, собственно, эта фраза, которую я хотел показать. Тесей то ли инвалид детства, то ли жертва папиных экспериментов и не может ходить. Удивительно. С удивлением обнаружил я эту новость. Ну, хорошо. Очень интересно. Тесейка не может ходить. Жалко, конечно, тесейку. Вот этого, который существует у хейтеров. Так, и давайте посмотрим на комментарии. Где они тут у нас есть? 210 комментариев. Давайте посмотрим, как же общаются нехамы. Нехамы. Давайте посмотрим. Нехамы общаются так. Не хватило ему ума. Это первая фраза. Живешь, как умеешь, но и живешь. Ну, здесь ничего интересного особо нет. Абсурдность. Высказывание противоречащих друг другу мыслей. Обвинение окружающих в том, что подмечают у него. Ну, мы знаем, да? Мы уже поняли, что с проекциями у нас здесь. А, кстати, если вдруг вам интересно, вот эти товарищи, они комментируют на уровне работы. То есть это в ежедневном режиме, десятками, сотнями комментарии. О, Алиса 1 и 2 быстро сдулись. Цель поставила амбициозная. Но запрещено, не запрещено вводить детей в детские учреждения. Тунеядец. Ну, так ладно, это мягкие такие у них оскорбления. Придется работать. Это известно у дел рабов. Папаша с мамашей. Ну, мы помним, это не хам трамвай напишет. Это пишет Любнила Плохотникова. Она не хам. А, Алиса 1 будет числиться в МГУ и учиться за нее. Вот опять мы видим эту мифологему. И смотрите, вот она. Так же, как сдал за нее ОГЭ во время ковидных ограничений. Ну, как бы, ребят, ну, простите, конечно, но как можно вообще в принципе разговаривать с психически нездоровыми людьми? Ну, вам тысячу раз объясняли официальные органы, что ОГЭ не сдается за ребенка. Что ребенок сдавал в аудитории. Ребенок сдавал вместе со всеми. Но нет, сдал папа. Из-под стола. Ценно указали лектору. Когда это интересно было? Не хватили разума. Это мы помним. Это не хам трамвай напишет. Это умный человек пишет. Не хватили разума. Стал сдавать ценные указания. Обучение закончилось. Детка недоразвита. Это нормально. Это адекватно. Рисует буквы медленно. Какой же ужас. Какой же ужас. Причем смотрите, с каким опломбом это все пишется. Под видом человека, который якобы чуть ли не присутствовал там, а может быть сам был лектором. Проблема в том, что такого человека не было. Вести себя детку не научили. Не может ответить на вопрос преподавателя. Впадает в панику. Хорошо. Это речь идет о ребенке, который сдал, я напомню, более 20 зачетов и 20 экзаменов только за один семестр. И ни один преподаватель не указал на вот это все. Ладно, мы сейчас должны еще увидеть уникальные тики изможденных детей. А, чистую одежду. Вот это тоже замечательный миф. Откуда берется миф о грязной одежде? Я не знаю, но хочется. Дома можно спать до обеда. Ладно. Когда фантазии, фантазии, фантазии. Сразу уже было понятно. Вот это тоже замечательно. Это Лада Дичкова, видимо, считает, что она является студентом. Отсидеть, добраться, шесть пар. Абсолютный де. Что такое де? Наверное, деньголюбитель. Почему-то без мягкого знака. Ну, доброе слово. Но не хам Трумай напишет. Совершенно не хам Трумай напишет. Индивидуальный план дается в определенных ситуациях. Алиса в эту ситуацию никак не вписывается. Так а зачем же тогда факультет психологии бы предоставила Алисе индивидуальный план, как он утверждает? Да, опаздывают. Опаздывают в комментариях. Опаздывают. Тьютора ей выделили из аудитории в аудиторию за ручку вводили. Как интересно вообще читать о событиях, которых никогда не было. Но подаются они. Подаются они прекрасно. Считают, что единый экзамен я могу задавать исключительно вопрос, одобренный самим Тепляковым. Никаких дополнительных вопросов не задавать. От ответов немедленно впадать в экстаз. Ну, классно. Классно. Только при чем здесь реальность? Ну, хотите впадайте, хотите в экстаз, хотите не в экстаз. Нравы фиктивного СДС. Официальные лица АУ. Смотрите, это же прекрасно. Караул надо кричать. Интересно, в чем? В чем караул-то? В чем караул? Надо методично долбать всех. Вот запоминаем, да? Опека жалуется на это все. Прокуратура уже жалуется на этот бесконечный поток клянок. Алиса принесла интересное, продолжает долбать, 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 долбать. Ну, долбай. Удачи. Перечитала статью. Я не понимаю, зачем? Вот это вот замечательно, да? Коверкать фамилию. Образованный человек. Сразу видно. Высококультурная личность. Ходить в одной и той же одежде непонятного вида годами. Это о чем вообще идет речь? Я не знаю. Ну, как мы помним, да? Там есть ли проблема, если в детстве не было у детей, у людей денег, то они, наверное, покупают себе одежду каждые пять минут. Очень заморачиваются. Дети ходили в... А, вот оно, вот оно объяснение. Дети не должны ходить в одинаковых футболках. Что вы? Это же чудовищно. Штаны в стиле унисекс. Я думал, это просто джинс. Оказывается, нужно обязательно большими буквами писать. Это девочка. Чтобы не ошиблась, у нас комментатор Алена Наумова. Бывает. А, кормить детей макаронами с сушками. У нас макароны запрещены или сушки. Эти замечательные легендарные сушки были на видео, но этого не хватило. Всем своим табором мыться на 300 рублей в месяц. Я-то думал, моются водой и каким-то мылом, шампунем, елем для душа. А оказывается, моются рублями. Натаха. Вот какое понебратство-то пошло. Ну, в общем, мы поняли. Такое образование. Есть методика. Плюшек от государства. Вот, ребята, слушайте, ну, пожалуйста. Давайте мы не будем с вами играть в дурачков. И будем понимать, что положенные по закону выплаты, это не плюшки от государства. Положенные по закону выплаты. Вы можете не получать пенсию. Это ваше право. Если она положена вам от государства, то она вам положена. А жалуются на то, что тебе не положено, а кому-то другому положено, ну, извини. А то тебе мешает тоже родить. Хорошо. Втаптывают собственных детей в полную ничь. То опять пошли фантазии на тему реальности. И образование этим детям никогда не понадобится. Господи, боже мой. Такое ощущение, что у людей вообще сложности. Ни аспирантур, ни кандидатских. Дипломы под большим вопросам. Конечно, дипломы под большим... О, это вот у нас... Мы помним, это не хам трамвайны. Это прекрасно. И звания, и журналюги, и все хавали. Амбиции, дикая зависть к чужому успеху. Интересно, в чем вращается наша дикая зависть к чужому успеху. Хотелось ему быть олигархом. Господи, соответствовать уровню среднего класса. Кому хотелось? Зачем хотелось? Ходить в трусах. Вот смотрите, это замечательно. Девушка, девушка, вы видели когда-нибудь мужчину в трусах? Вы понимаете разницу между трусами и шортами? Фрукты, трухи, реакция, фрустрация. Кто-то в психолога решил поиграть. Будущее детей, сомнения, общество. Где они нашли негативные отношения общества? Если они себя считают обществом, ну мне кажется, их ждет большое разочарование в дальнейшем. Хотели стать знаменитыми, да? Да, кстати, консультация Алисы не была 50 тысяч, а по-прежнему 50 тысяч. Но мы продолжаем смотреть комментарии. Ну, в общем, видно. Видно, 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 видно. Алиса 2 кому-то укусил. Когда-то куда-то ходили и даже масляной кашей накормили. Я поясню для наших читателей. На 9 мая каша бывает. Ну, естественно, как все остальные наши дети, могут съесть эту кашу. Оказывается, нет. Оказывается, не могут. Оказывается, запрещено. А то будут писать, что масляной кашей накормили. Это Елена Жигарева. Добрый человек. А, просто душная она. Тоже просто душная. Говорящая собачка про человека писать, про девочку. Ну, мы помним, да? У нас кто хам? Хам у нас папа. А головоломочка у нас, это у нас человек, топящий за истину. Топящий за истину. СВО, руками. О, посмотрите, замечательное выражение. Мирослава, 24. Мирослава, 24. Вы, как бы, во-первых, девушка. А пишите такими выражениями, как будто вы, я не знаю, бородатый чеченец, который предлагает выяснить отношения. При этом, человеку, который оскорбил Рамзана Ахматыча или Коран. Ну, Мирослава, ну, серьезно. Потасовки устраивать. Разгвардию вызывает. Тяжелее. Вот. Видим, да? Это у нас хорошо. А рюкзак на спине, это значит у нас бомж. Бомж-рюкзак. Хорошо. Ну, я думаю, что в целом достаточно. Все это очень показательно. Вот это вот тоже замечательно. Когда люди выдают собственные фантазии за реальность. Ну, головоломка, удачи тебе в этом болоте. Честно говоря, стыдно даже смотреть на это. И действительно, у тебя сотни комментариев, да? Сотни. Сотни. Люди работают. Где-то у тебя на канале даже, по-моему, 1800 прочтений. Посмотрите на соотношение 1800 прочтений у человека. Всего лишь 300 лайков. То есть, соотношение 1 к 5 и 210 комментариев. Просто, да, действительно, как на работу ходит. В общем, удачи тебе. Если что, мы можем тебе сделать скидку небольшую на консультацию Алисы. Потому что с такими тараканами жить тяжело. В общем, ребят, мне как дипломированному психологу интересно наблюдать все, что происходит у наших хейтеров. Узнаю много нового. Самое главное, что люди постоянно рассказывают о своих психологических травмах. Кто-то рассказывает, как у него не сложилась личная жизнь. Кто-то рассказывает о том, как у него дети не смогли поступить в ВУЗ. Кто-то рассказывает, как он испортил отношения с собственной дочерью. К сожалению для него. И, соответственно, не может влиять на своих внуков. Кто-то о том, как у него, видите, не было денег в детстве. Техотравмы на всю жизнь. Необходимость покупать и демонстрировать потребление соседям. Это все очень интересно. Это все здорово. Это все познавательно. Но, если вы хотите узнать правду, единственным источником может быть мы. Подписывайтесь на канал. Следите за нами. Интересуйтесь. Спрашивайте. Заводите Алис. Всего доброго.